Ага. Здрасьте. Что вы делаете? В карты режетесь? Попрятали карты, чи нет? Да я ненадолго пришел. Не. Как здоровье, Зина? Да ничего, потихоньку. Что, какой сахар? Сахар який, я не пыталась ли вы, Зина. Записала и забыла. Утром 7, по-моему, ровно 7. Сейчас я гляну, 7 или 17. Зина каже, не выдумывай лучше, да? Сейчас мы глянем. Что там на восьмой шага? 7, да. Ну, так звезды получила, так и сахар нормальный. Все нормально? Как Надя, как только скажешь, что Надя еде, так и сахар нормальный. Так а что вы карты прячете? Играйте. Что вы? Слышу, что я, без них я расчешу. Ага. А ты что, не можешь расчесываться? Что, что? Каже, что ты не расчесана, Зина, каже. Ну, сейчас я не показываю. Ага. Это не показываю. Вот, вот. Вот ее расческа. Ты ей пустяка, Зина, расчесывай маму сразу. Я расчесала пустяку. А она хорошо шкрябает. Надо сразу пустяка чешишь и маму чеши. Не промахнешься. Не, не надо. Не надо. Это. Я постирала. Зину пригласила, что хотела голову помочь. Когда Зина пришла, я отставила. Думаю, ладно. Не буду. Герланда моих трусов. Надо уже краситься. Да, я только хотела сказать. Тут вылаза білий. Уже не мий сьогодні голову. А, сегодня. Не мий тогда голову. Я сегодня после спектакля. У меня спектакль сегодня. Вчора Зина, чули взрывы, нет? Да, три раза я чула. Ну, я ни одного не чу, бо я в театре. На сцене був, он не чу. Это, аж жутко, понимаешь? Разбахнули. Ману, на тебе мухи седают. Подожди. Подожди. На тебе мухи седают. Суга, пеймав. Словой мух, она меня седает. Я мух лавлю, а не как собака. А тут аккуратно, как за крышку. Почепила, чтобы высыхала. Видите? Хабах. Ой. А где оно улетело? Че что? У лав руки. Не залетела назад, нет? Нет, нет, вроде не было. Я говорила, потому что это, векно же балкон открыто. И тепло на улице. А еще не дали обогрев? Нет, еще не дали. А что, рано, да? Сказали, после 10-го. А по закону когда? В августе должны давать? Нет. А в апрелище? 15 сентября. Так уже сентябрь, октябрь, уже ноябрь. Чего октябрь 15-го? Раньше, раньше было с 15-го октября. Октября. А сейчас, ну, тепло в ноябре. Это нам природа помогает, да? Погода, слава Богу. Понимаешь? Теплые деньки. Я сегодня только надел куртку, а то ходил вот так в свитерочке. В кофте, в свитере, вообще не холодно. Тепло, 17 было. Да и 20 было, и 17. Нет, ну раньше, да, и 20 было. Я на набережне гуляла. Уток много, много. Чаев. Еще, я говорю, змеи не позасыпали даже. Может быть, не знаю. От тепла, да. Еще змеи не позасыпали. Да, тепло на улице. Хорошо. Собака у него хочет кручить. Слава Богу, что погода нам дает возможность обходиться без тепла. Да, обходиться без тепла. И дай Бог, чтобы так дальше и было. Не, ну все равно хочется, чтобы... А я хочу, чтобы зима все-таки была зима. Чтобы зима была зима, чтобы было холодно. Чтобы замерзли все бактерии. Чтобы вся эта гадость, тріпер, оцей замерз в земле. Чтобы земля промерзла. В воздухе, но мороз. Нужно зиму, ну чтобы не такая длинная. Чтобы просто не гатили по этому, чтобы люди были сабогревом. Я зиму люблю, мне нравится. Так что сапарёкум она хорошая. Главное, чтобы голова работала. Она держит пока. Она как чуя, что... Если чего она другого не есть, то все нормально. Ну так, а кто это должен думать? Она говорит, что мне не хочется. Да, Татьяна Васильевна. Смешного нема ничего. Она говорит, что вы же есть. Что тебе надоеда? Ну все это самое. Знаешь, что тебе надоеда? Лень, матушка. Лень, матушка. Ты не хочешь ни рыбу запечь, ты не хочешь ни на капусте сделать рыбу, ни взять капусту. Я предлагала. Она говорит, я только рыбу запечу. Можно все, что угодно. И тушить, и запекать, и жарить, и парить, и как хочешь. И рыба, и мясо, и тефтели, и отбывни, и что хочешь можно делать. Понимаешь, что хочешь можно делать. Отбывни можно делать, в яйцах, жарить. Вон на топленом масле, на смальце, жарь отбывни. Куриное мясо, отбывни, что нельзя. Пожарь в яйцо, макай, только без муки. В яйцо, макай, сметана, яйцо и жарь на сковородке. Я так и буду делать. Так и будешь делать. Вот это лень, матушка называется. Это не ма фантазии, понимаешь. Я ей тоже говорю, тефтельки сделай. Тефтери, свинину возьми. Что туда? Кабачок, котлеты эти делай, капустой. Кабачок я вчера нашла в янки. Я взяла, думаю, буду запекать еще. Ленивые голубцы можно сделать те сами. Пожарить лук, пожарить фарш, капусту натереть. Перемешать капусту с мясом, луком жареным. На противень залить, пожарить лук с томатом, залить и запечь. Что ты просто не хочешь ничего, ты не вмеешь готовить. Я тебе рыбу поела. Поэтому разнообразия нема, потому что ты не вмеешь готовить так, как надо, понимаешь. Як бы ты вмела из тех самых продуктов готовить больше вариантов, тебе б не надоедало, понимаешь. Я тебе салаты делаю, спаржевая фасоль отварная, яйца отварни. Туда можешь рыбу красную перемешать с авокадо или чем-то со сметаной. Отварную зеленую. Пожарила, отварила фасоль. Ты же покупаешь фасоль. Зеленая фасоль. Отварила и поджарила на этом смальце или на топленом масле. Сварила яйца штук пять. Порезала яйца. Вот это фасоль. Туда добавила или тунец купила рыбу. Или пожарила рыбу. Или соленую рыбу перемешала. Со сметаной. Тюнец в консерве можно мне? Ну жирный тунец можно, да. Або печень трески взять. А у меня есть рыба. Ты просто не хочешь делать то, что надо. Я боюсь есть, ты думаешь, будешь кричать. У меня в масле есть рыба. Пол-литровая банка. Хорошая. Вот это не догарок? Да. Да там черти что-то за рыба. Нет, ну там хорошая рыба. Оно ж видно, какие кусочки. Ты что? Че черти что? Хорошая. Я купляла. Я что-то боюсь эти рыбни. А я привозила, я купляла. Да? Я тоже боюсь рыбные консервы ци брать. Еще у людей. Чертте что, и кто. Может там люди хорошо делают, я не знаю. Это, во-первых, речная, наверное, рыба. Наверное, я не знаю. А что это за рыба? Наверное, речная, да? Что там за рыбой? Я не знаю, запечатано. Ну, открывай, ешь ее. Есть, да. Я ж боялась есть рыба. Боялась. Печенья ты не боялась куплять? Я только кончила с овощами. Еще сварила ухо за тою, на букву З, как она, зубатка. Кусно, уха вкусно. А если жаришь, не можешь увидеть. А я ей, она разморозилась кусочками туда. И тоже овощи, так далее. Вот такая. Он еще есть суп. Красивый такой, да? Капусту с уткой стуши. Возьми утку. Сделай капусту кислую с уткой. Без риса просто. Просто капусту с уткой. Утка. А, утка. С уткой хорошо? Ну, так а шо? Я сегодня закончила с ребрами кусочек. Оставалась ложка, наверное. С ребрами капусту. Зина, вы с Натей общаетесь, че не? Да, она звонила вчера. Общаюсь. А шо? То вы в той раз что-то пропали? Да, тоже не пропала. Я с Татьяной Васильевной сказала, где я буду. И что у меня не будет. Ага. А как не будет, как вы были? Она мне сказала, что там... Нет, ну я приехала, и у меня же не было. Пятницу, субботу, неделю не было. Аж в понедельник в обед я приехала. А с Рамазина, не мазина, бенівара. Зины близко нема. За Днепром находится. Такая, чурти шо. Чурти шо? Чурти шо вона меня варила? Не, не, не. Молодець таки кончила. Капусту тушу. Мясо саме тушу. Яйца делаю. Они думают, что ты готовишь. Так. Чурб я готовила. Она сама все умеет. Вот, ребята, вот эта настойка. Это как мне уже вынесли мозги. Записывайте, кто хочет, сразу. Чтобы потом не спрашивали. 10 таблеток рафимпицина, антибиотик, в капсулах продается. Вот такие капсулки, ну, такой, ну, как стик вот такой. Там 10 капсул. Вот. Берете димексида 50 грамм в аптеке покупаете. 50 миллилитров димексида. Димексид потом, в димексид вот сюда вы откручиваете. Вы откручиваете туда 10 таблеток, 10 капсул рафимпицина. Осторожно их отстегиваете ножницами, обрезаете краешек и высыпаете из капсулы. Оно в оболочке такой. Надо высыпать этот порошок. 10 штук. И потом взять 200 миллилитров физраствора. 200. Физраствор или как оно называется, да? Это в бутылочке. Да. Ну, да, физраствор. Или что оно? Да, физраствор. Вот туда вы выливаете в 200 грамм физраствора вот эти 50 миллилитров димексида. И вот оно вот такое, с рафимпицина. Вот такое оно получается, как такого йодового цвета немножко. Да, ну такая темная, темная. То есть, да, как йод вроде бы. Это как раствор улюголя. И на место, где пролежение или вот такое трофическое изменение кожи, вот старческие, прикладываете не ватный, а именно марлевый, потому что вата прилипнет к ране. Марлевый тампон на ногу и забинтовываете. И до высыхания. Вот высохла, сняли, три раза в день вот так. Маме очень помогло. Ноги были, если помните, что у меня там раны были ужасные. На ноге особенно. И оно хорошо заживает, засыхает. Оно с антибиотиком вот это. Это врач рекомендовал, который вот именно приходил. Типи долго. Не, оно наоборот хорошо сушит. Ну то долго заживало бы, она там. Ну, у нас сахарный диабет тоже заживает. Ну да, оно зажило. Ну да, зажило, но до всех заживало. А если человек здоровый, то быстрее заживает. Я тоже думаю. Да. Если вот это делать, то... А сами вот когда пролежни, там я мазал камфорным спиртом, протирал вот так тоже марлевым, не ватным, а марлевым. Вот так подсушивал. Оно минут пять проходит и обильно судокремом. Судокрем покупал, прям так густо, прям сверху надо хорошо нанести, чтобы этот крем вот остался. И чтобы не касалось ткани ничего, чтобы не щухивали пролежни. Потому что много что-то людей стали писать за вот эту штуку. И хранится оно в комнатной температуре, вот в темном месте. А вот, да, вот это вот, видите, я покупал вот натрий хлорид. Вот это вот физраствор, то что я говорю. Вот его 200 грамм, вот такой. Видите, 9% какой он там. Вот натрий хлорид, это физраствор считается, да? Вот, вот это в 200 миллилитров. Я просто тут сюда тяжело засовывать. Я просто выливаю такую бутылочку. И все. Вот тоже такая вот яюшка вот эта. Так что вот такое берите и записывайте. Потом пишут, а я потом забываю сам. Я думаю, что вы с Надей не общались, не общались. Что она сказала, что бегла за вами, вы не хотели балакать? Нет. Как не, как бегла за вами? Кажется, бегла, бегла. Да, мама же не все знает, конечно. Понятно, почему. Нет, нормально с ней разговариваем, храписуемся. И звонит, и она, и я звоню. Так что это. Она мне в долге отдала все. Она мне ни копейки ничего не должна за такси. Помнишь? А, ну так она... Воно мне со мной рассчиталась до копейки. Так что никто никому ничего не должен. Не воно мне ни... Короче, мир, дружба, жвачка, да? Да. Ну, она звонит каждый день на базар там ходит с базаром. Сколько пирожків напекла, да? Пирожки же продает. Так что все нормально. Так что отличное отношение. Хай не думают, что мы тут ссорим. Или ссоримся, или враги друг другу. Нет. Все хорошо. Ну, слава Богу. Для Татьяны Васильевны. Ну, в гости мама сильно не хочет, да? Кого? В гости спроси. Хочешь не до гарки поехать на день? Не хочу. Ну, на машине туда-назад я буду ехать скоро. Чего ты туда будешь? Ну, я поеду, там, это... Надя сказала, что там якась батьківська хар... Не батьківська, а якась там... Где варять? Нет, для ЗСУ там варять. А то якась там... Якась там эта самая... Поеду в гости туда, она с утра давить. Ну, утром поеду, вечером приеду. Ты дома будешь, да? Ну, я будь дома тогда. А что там делать? Та ничего, я просто в гости хотів. Ну, ты не хочешь не ехать, все. Я завтра еду. Завтра будешь? Ну, что-то поедем. Прокатаемся. Та че ж ты не хотела? Ти ж не хотела только, что кажешь, не хочу. Я кажу, в гости поедешь, ти кажешь, не хочу. А тепер кажешь... Прокататься. Куда кататься? Ну, а что? Ти ж не хочешь до Надя ехать. 250 дорога. Кілометрів чи 300. А, чека? Кажу, прокататься. Проездить прокататься. Та я не еду никуда кататься. Я думаю, у тебя не таке и время, чтобы кататься. Я про себя то... Ну, розвищу. Трясна. Не вслух про себя. Пусик. Муха летает. Стой, стой, стой. Ты не дергайся. Вот она на тебе... Мать, не дергайся. А она на тебе на голову села. Да, он же есть. Тихо, тихо, тихо. Не дергайся. Блин, улетела. Хлопушка здесь. Та за что хлопушка буду любить? Чего на тебе мухи седают? Наверно, помирать буду. Наверно. Седают мухи. На Зіну он же не седают, а на тебе. Летить, летить. Летить, летить и на голову. Ну, значит, умирать буду. Ну, значит, умирать будешь, что теперь делать? Жить. Жить, жара, когда покойника сидят с веточками зелени и махают. Когда лежит покойник, то жар. Тертешу. Сюда. Сюда же летела. Да? Зараза. Так, что вону гляньте. Там закрыто. А вон она, бачишь, она нахтила. Это я тут оттыпала, провитривала. Сюда. Зараза не поймал. Я провитривала, а залетели. А то есть стирку читала. Залетела ж мужика. Ну, ну, зараза такая. Писи хлопушка вон она на батарейке. Шлепал хлопушку за сьимом. А вене я не поймал. Ну, ты же живой выпускаешь. Да. Венедель, для выпуска живой. Ну, че я не буду убивать, пачкаться. Я как чувак, но хлопушка, я вене ловлю выпидаю на улицу. Ловлю выпидаю на улицу. С рукой помыю. Я не люблю хлопушкой быть кишкой мухой по квартире. Бред. Я конситники тоже луплять. По столу, не по столу. Везде муха, я брезгую муху страшно. Для меня муха и тараканы. Это сам... Тараканы даже не так вот. Мухи самые брезгые. Не знаю почему. Боюсь, они быстро. Ну, тараканов просто нема, а мухица такая... Вот у нас в селе, допустим, тараканов не было в селе. Не было. А вот мухи... Пруд, пруды. Ты, она готова. Муха в борщ впала. Все, до свидания. Я уже это не ем. Да что это за бред? Фу. Все, уже муха упала. Вот я уже все. Для меня это самое... А сколько было, что сварена муха? Ой, не дай бог. А сколько было такого? Сварена муха. Пусик, что ты... Это для меня самое жуткое, это муха. Это фу. Отвращение. Да, это ух. Нема тебе, что гонять. Я не знаю, чего. Вот именно муха. Говорю сам, вилка мух. Тебе нема, что гонять. А то жаль, не любит, как муха. Вин ленивый. Вин тоже сам, не любит, как муха гоняет. Вин не любит, как муха. А если закатка, вот закатка, ты еси там, допустим, салат. Там раз муха. Для меня это самое страшное. Я готовлю так, чтобы не волос не попадался. А если животных волос варенье? Как ты ощущаешь? Животных волос и варенье? Ну да, ну собачки. Нет, собаки ужасно брежут. Ну скота тоже. Ну у меня может быть такое, допустим, что-то я там готовлю. Томас где-то лазит. Ну так, чтобы в еду я стараюсь не попадалось. Ну бывает, что когда я ем, положу, допустим, вот что-то уже приготовленное, положу, допустим, там, Томаса уберу со стола, а руки или не помою, вижу, у меня на руках шерсть. Как бы вот такое, ну не сильно таким брезвую. А вот если в готовленном, не люблю. Ни качать, ничего. Чтобы не дай бог в борще была качача, шерсть не еху. Нет, я не могу. А варенье хоть? А что у вас? Это варенье мы гостили, а у них собачка баллонка. Баллонка, вот там маленькая собачка. И варенье открыла, а там волосы этой баллонки. Та ну фу, це гадость. Ну, потому что собачка же бегает, а шерсть, наверное, пролетает. Ну не, я когда варю, допустим, у меня в еду не попадает. Вот в еду, чтобы в борщ, там, боже упасение. Я, во-первых, когда готовлю, все вытираю, все вымываю. Кот у меня не залазит. С него не летит скота, шерсть так, чтобы в воздухе. Так, ладно, поеду я сегодня, надо еще. Сейчас приготовлю кое-что у меня там. Та сама у тебя отличная. Мне так нравится. А, канал кулинар? Угу. Кулинар. Да, сейчас сделаю. Когда готовишь, так вообще. Глаз не можно удирать. Я все время сиди, дырюсь, пока ты не попробуешь. Да, я понял. Все, доброго, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Играйте в карты, гуляйте. Сегодня идете куда-нибудь? Мы на улицу пойдем с ней. Еще пограем и пидем. Пойдем мы до деких уточек. А, ну, 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 правильно. Туда. На улицу с ней не пидем. Эрбот. Все, давайте. Ребята, смотрите, какая кошечка бенгарская красивая. Это у соседки моей. Ой, красивая какая. Боже, какая она аккуратная. Ой, ну, вообще, это как норковая шуба, слушайте. Ой, вообще, красавица. Это наболела, да, была? Да. Ой, такой красивый. Такой красивый. На коте крыжи есть. Правда, инкастрированный. Да, побегла. Красивый, кушаемый зайчик любимый. Да, кушаемый. Разноглазый. Ой, довольный. Ой, хвостик пидема. Да. Ты ему не мешаешь, я его глазу. Красивый. Повезло тебе, котяра. Ой, повезло, да? Ну да, скажи. Не хочу я на улицу. Не хочу я на этот холод. Не хочу я на этот холод. Не хочу я на этот холод. Скажи, сколько лет себе еду добывают. Нахрена она мне не надо, да? Довольный, да? Довольный зайчик, да? Да, конечно, скажи. Что, я дурачок, и ты на улицу сейчас. Иди до меня, иди до меня на ручки, иди. Иди, иди. Иди, давай, на ручки. Иди. Иди, цякий. Красивый. Красивый сидит, когтями в чипи, все. Да? Да, и мурчите. Да, она красивая. Да, моя звездочка черненькая. Да, 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 мой мужичок маленький. Ты мужичок. Да? Ой, мурчите. Ой, трактор. Как машина на механике, да? Ну, такие же красивые. Ну, такие же довольные. Да, влезли. Мне, на влезли. Да, зайчик. Я сегодня с тобой, начну, иду. Буду с тобой. Я немножко, мне кажется, приболел, ребята. Что у меня такое, как... На руки, как будто побиты. Хотя никто меня не бил. Такой немножко, знаете, как болят его плечи. Что такое? Ну, что ты танцуешь вокруг меня? Ну, и что? Вот, у тебя ушки делаешь, да? Что ты тут все подрал, заяц? А ремонт после тебя делает, да? Вот так и котяра. Смотрите, как он блестит. Мне так нравится это его. Смотрите, нет ни перхоти, ничего. Видите? Все прошло. Вот что делаю. Любовь и забота, да? Вот что делаю. Чудеса делаю. Чудеса делаю. Любовь и забота. Чудеса. Чудеса делаю, да? Ну, охламончиками. Чудеса делаю. Да. Зубы, зубы. Гнили страшные зубы. Эй. А ты все равно красивый, да? Да. Пошли туалету беремте, пойдем. Типа писем, наверное. А, нет. Не писем, не папа. И назад со мной. Я саду на унитаз, и он. Рядом пристраивается за компанию. Мужичок. Мужичок. Мужичок бігає. Ага. И сырочек, и мяско, ив.